Карпов Иван Семенович Я воевал под Старой Руссой до 18 августа. 18 августа 1943 года наши бригады, не только весь фронт, пошли в наступление. В это время на Курской дуге развилась сильная битва. И для того, чтобы отвлечь немецкие войска, ну, неудачное у нас было наступление. И в этом наступлении я был тяжело ранен. И так ранен, что я не мог, у меня отнялись ноги. И меня спасли мои солдаты. Я вот до сих пор вспоминаю, как они не бросили меня. Вот со 2 мая 1944 года мне пришлось в Первом Украинском фронте, во второй дивизии в Ордвейской, воевать. Освобождали Киев, Житомир, Львов, Закарпатье, Ужгород. Вот я сейчас ночами иногда не сплю. У меня перед глазами все эти страшные штуки все вспоминаются. А я был свидетелем этой самой чертовой главной фабрики убийства под Краковом. Тогда сразу с дивизий разных собирали солдат, офицеров и везли туда, как, ну, показать, что делали немцы с людьми. Освенцем вот это называлось. Освенцем. Так ужас один. Это были там три или четыре таких печи сделаны. И там такие специально построены были бараки, которые ни окон, ни ничего, а только одна дверь. И там загоняли туда людей вроде на помывку, а их на самом деле туда загоняли газом травили. И все это такое, как нас настраивало все это. И под конец вот мы уже, когда в северную Чехословакию, Южную Германию зашли, в бой мы взяли один небольшой городок, и так поперек дороги этот транспарант. И на нем написано, вот я тоже никогда не забуду этого, «Русский воин, пощади немецких женщин и детей». А мы только видели освенцами, как они щадили наших. Такое воодушевление у нас, что у нас враги сдаются, что они просят уже у нас пощады. А мы зашли в этот город, и весь город в белых простынях. Людей не одного, а с этих балконов, с окон, везде белые простыни. И я воевал до 13 мая 45-го года. Бой последний у нас был страшный с эсэсовской дивизией украинской. Мы радовались, когда 9 мая 45-го года над нашими позициями пролетал наш самолет. И разбрасывал листовки о том, что, значит, война закончилась, и Гитлер, значит, сдох. Мы обрадовались, значит, все из этих своих окопов выскочили, а по нас, как эти бендеровцы, как с пулеметов. Война-то кончилась, а мы гибли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова